здравствуйте дорогие друзья гости ну и конечно же подпишки моего канала с вами нестягин олег а сегодня мы разберем кто же оставляет гигантские следы по дну океана я уже не раз снимал видеоролики на эту тему и не раз показывал и рассказывал что же это за следы и откуда они я прекрасно понимаю зритель не каждый просматривает мои старые ролики я сам бывает своих роликах не могу найти где и что рассказывал и показывал поэтому прекрасно понимаю зрителей и буквально в прошлом ролике мне прислали очередные координаты этих странных и гигантских дорог которые проходят по дну океана и попросили прокомментировать и объяснить что же это такое дорогие друзья мне не трудно я попробую в очередной раз объяснить что же это за дороги и что же за гигантская техника их оставила или это все так что-то совсем другое и давайте я начну с самого начала как вообще получать информацию о рельефе дна вообще все началось далеких 60-х годах когда впервые спутники начали бороздить наш космос и для того чтобы ориентироваться над уровнем земли на них было установлено специальное оборудование который с определенной частотой посылала вниз радиолуч и по мере возвращения к оборудованию спутник вычислял на какой высоте он в данный момент находится и побочный эффект который получали спутники это данные о рельефе дна радиолуч свободно проходил через воду и отталкивался он от невозмущенной поверхности дна океана то есть от самого дна они от воды и таким образом получили первые данные о рельефе дна океана далее эти данные передавались разнообразным институтом те в свою очередь накладывали это на карты но а в наше время эти данные преобразовали в такие интересные программы как google планета земля google maps и также остальные похожие и также с развитием технологий появились новые оборудования такое как эхолокация гидролокация это оборудование устанавливали уже на корабле из этим оборудованием уже корабли бороздили просторы океана и сканировали дно океана так как это оборудование находилась уже на корабле и было гораздо ближе к дну океана и информацию о рельефе дна получалось более точная и качественная также со временем это оборудование усовершенствовалось стало гораздо точнее но минус всего это было это трудоемкость и высокозатратность это было очень дорого так как потребляло очень много ресурсов как вы знаете корабль потребляет достаточно огромное количество топлива его обслуживает огромное количество людей в отличие от спутников которые летают без людей поэтому дно океана отсканировано всего лишь небольшими полосами и эти полосы в данный момент принимают за гигантские прямоезжие дороги или от гигантской техники прошлого но дорогие друзья это не так посмотрите внимательно именно в этом месте прошел корабль по этой полосе а теперь посмотрите как хребты подводных гор проходят параллельно то есть посмотрите вот давайте я лучше включу линеечку чтобы понятнее было вот проходят горы которые находятся под водой также как я вам говорил полоса отсканированные посмотрите как параллельно проходят вот в этом крестике допустим ущелья хребты гор они идут в одном направлении да скорее всего здесь произошло какое-то смещение скорее всего коры и получилась вот такая вот сморщенная как бы поверхность вот по этой поверхности мы видим то что морщины как бы проходит по прямой линии а теперь посмотрите как корабль прошел и как отсканировал это дно океана какой получился уже более четкий рельеф дна а вот эти вот мутные поверхности это есть это тара информация спутниковая а дни океана это еще места не отсканированы более точно поэтому эти полосы и выглядят как следы от древней техники это дорогие друзья не следы от древней техники также мы видим следы от разного оборудования есть как узко лучевые мы видим узкие полосы есть широко лучевые то есть они берут гораздо шире полосу и соответственно получается широкие полосы бывают места где полностью все сканируют полностью весь участок сканируют для поиска нефти газа для научной исследовательской деятельности также потом все эти данные передаются в разнообразные институты корпорации компании также в google планету земля который уже в своей программе накладывает эти координаты где прошли корабли и мы получаем детальную уже картиночку где мы можем просмотреть дно океана да сейчас я воду отключил и похоже на мультик больше ну давайте я вам воду включу чтобы более менее понимали вот так выглядит дно океана на самом деле да оно кажется нарисованное конечно это не фотографии но все же лучше чем ничего и вот таких полос гигантское количество ну а в прошлом ролике мне прислали координаты сейчас я их найду секундочку ужас потерял северный полюс именно вот на эти следы так это третья меточка давайте с первой лучше вот именно на эти лучи также ему показал странно почему такое зигзаг идет я вам отвечу так но не обязательно полностью квадратом сканировать достаточно пройти кораблю и зигзагом чтобы понять какое дно такой рельеф на океана в этом месте здесь отсканировали получили информацию посчитали что этого достаточно и не стали полностью дно сканировать поэтому и выглядит все это фантастически и загадочно также давайте вернемся обратно к нашему северному полюсу также показалось нашему зрителю вот эта решеточка загадочная здесь также отчетливо показано как корабль прошел с гидролокатором да многие думают вернее думали и мне писали как может быть гидролокатор это что это по дну он такие следы оставляет многие поняли что типа грабли тянут кораблем по дну океана и таким образом получает рельеф нет дорогие друзья это со всеми так бьет луч вернее не один их 180 лучей и по мере возвращения по времени вернее возвращение к оборудованию вычисляется рельеф дна а потом и эти данные уже накладывают на карту и получается вот такая вот сеточка необычная а где вы видите мутную поверхность это в данный момент старая информация которая еще не обновилась поэтому не надо путать полосы с древними прямоезжими дорогами но также не хочу вас сильно расстраивать если кто-то верил в эти дороги я также дорогие друзья все интересные находки ищу именно по этим полосам именно в этих полосах можно и обнаружить что-то интересное пирамиды к примеру вулканы или еще какие-либо интересные образования именно только по этим полосам по качественно отсканированным дну океана но не рядом рядом мы ничего не сможем найти это всего лишь первоначальный вид океана также как я уже объяснял есть разнообразное оборудование более качественное менее качественно есть эхо локации гидра локация радио локация широкого диапазона узкого диапазона оборудование разное бывает поэтому и дороги разные получаются поэтому дорогие друзья не надо путать это с древними дорогами или следы а гид от гигантской техники это всего лишь следы более четко отсканирована на океана и ничего больше это не следы от гигантской техники еще раз повторяю не путайте также давайте вам интересные места также покажу которые не относятся никаким образом к следам от гидра локаторов это следы реально или от чего-либо похожего которые оставили осталось может быть от древности может от других цивилизаций и эти следы зафиксировала именно именно спутники а не корабли эти следы сейчас перед вашим взором как вы видите вот так они выглядят это уже следы не от кораблей и гидра локаторов эти следы зафиксировали спутники и вот так они выглядят на самом деле вот необычная полоса идет вот здесь уже прошел корабль и отсканировал дно как видите небольшой такой пятачок он более четкий проявился и мы можем уже разглядеть как на самом деле выглядит но здесь корабль прошел да местами он где-то отключает свое оборудование и получаются вот такие вот прорези небольшие вот здесь также он отключил свое оборудование а также кто спросит почему где-то шире бывает полоса идет где-то уже это зависит от глубины на данный момент где проходит корабль то есть где глубже там соответственно луч захватывает гораздо большую площадь давайте я вам по меточке этой покажу сейчас у меня вот она эта меточка 138 и назвал и вот здесь можно отчетливо посмотреть и понять о чем я вам говорю вот посмотрите вот в этом месте курсор навожу высота показывает минус 139 метров от поверхности воды это небольшая глубина поэтому луч не так сильно к ушел вглубь поэтому и ширина полоса этой отсканированной поверхности получилось всего 476 метров а где более широкая полоса тут уже намного глубже здесь уже минус 295 метров поэтому и полоса гораздо шире получилось уже более километра один километр 115 метров луч расширился и захватил гораздо большую территорию поэтому они получаются где-то уже где-то шире эти полосы поэтому еще раз говорю не надо путать эти полосы с премьежьими дорогами это всего лишь прошел корабль с гидролокатором или эхолокатором вот здесь давайте также проверим теорию вот широкая полоса показывает минус 1052 метра глубина это не 100 метров давайте замерим и уже территорию захватил в 3 километра 800 метров также давайте наглядно картинку покажу давайте перейдем ко мне на блог я открою статью и посмотрим методы исследования дна океана и здесь вы уже по картинке можете более детально понять как проходит луч по этому океану кому интересно просто перейдите ко мне на блог я оставлю ссылочку под видео почитайте внимательно как происходит промер глубины почему формы круглые получаются где-то а где-то более острые а также кто хочет полную информацию получить то есть более подробно изучить как получать данные о морском дне нажмете вот на эту ссылочку и вас перекинет полнейшей информации о методах получения исследования дна океана почитаете я вам гарантирую после того как вы всю статью дочитайте до конца вы уже будете специалистом дорогие друзья и надеюсь больше у вас вопросов не будут возникать откуда берутся гигантские дороги по дну океана а также давайте чтобы совсем уж видеоролик не получился в такой образовательный посмотрим что интересного вообще можно найти по этим следам то у меня меточка есть вот что надо искать вот посмотрите что интересного отсканировали нам корабли посмотрите какие необычные горы у нас находятся на дне океана какие они прямо линейные да дно океана очень много секретов скрывает также посмотрите что за странность также не ясно в форме мишени такой я также не разобрался что это такое но какой-то интересный артефакт форме мишени да и само место удивительное здесь мы видим как веером расходятся лучи в разные стороны также непонятно здесь также эти лучи расходятся здесь скорее всего гидролокатор забарахлил и не отснял полностью дно а может быть и вообще специалисты удалили что-то также давайте еще одну интересную меточку вам покажу который находится рядом также посмотрите как лучи расходятся вот именно с этого места в разные стороны также не ясно вот таких вот лучей или солнц также огромное количество на дне океана их если внимательно рассматривать но их можно увидеть вот здесь также посмотрите корабль прошел часть лучей зафиксировал и мы можем проследить то что они сходятся все вот именно к этой точке и также от этой точки лучи расходятся вот здесь лучи расходятся вот именно от этой точки вот этот кусочек отсканировали вот здесь еще солнышко интересное еще и кусочек странный что за кусок не ясно может быть конечно это несовершенство гидролокации а может быть это истина что-то отсканировали но посмотрите как это все выглядит таинственно и загадочно не правда ли интересно также напишите свое мнение в комментариях что это такое может быть ошибка гидролокации или эхолокации или все-таки этот объект существует на дне океана так что можно еще интересно вам показать так давайте повыше поднимусь и посмотрю что у меня тут за меточки есть так остров шпицберген красная гора но это уже не на дне океана но я если честно уже не помню что за красная гора все вспомнил вот посмотрите любопытную деталь посмотрите какого необычного цвета это гора она такого ярко-коричневого цвета а рядом уже буквально через небольшое ущелье уже светло-коричневое а здесь посмотрите прям такая яркая необычного цвета что это за гора не ясно на ржавчину такое похожее посмотрите как граница проходит да интересный остров шпицберген тем более мы это находочка и также посмотрите как в воду стекает то есть чего состоит эта гора я не знаю может это быть обычная глина а может быть это что-то другое но и по воде мы отчетливо видим как она стекает в океан как она растворяется и какой цвет принимает вода так что это не брак карты не брак фотографии это что-то более интересное из чего гора состоит также что фотография 2013 года что более старые нам показывают что эти горы до такого цвета что это за горы не ясно также хотелось услышать и ваше мнение по этому поводу что же это может быть и таких гор как видите здесь огромное количество если внимательно посмотреть также информации нету что это за горы находится все это баренцевом море все эти метки все эти находки а также давайте вам еще покажу отчетливо отсканированное дно океана я мы это место уже неоднократно показывал но она мне больше всего интересует это место я назвал гигантские стены и здесь мы также отчетливо можем увидеть как прошел корабль со своим оборудованием и частично полосой отсканировал дно океана и выдал нам такую интересную информацию как гигантские стены посмотрите не правда ли фантастически все это выглядит что это за стены также вы нигде не найдете информацию дорогие друзья нигде а также если внимательно посмотреть с высоты то мы увидим как продолжаются эти стены но уже их очень плохо видно так как дно не отсканировали в этом месте а может быть наоборот скрыли это также место если внимательно посмотреть мы увидим как она заходит такую мутную область также мы такие же стены увидим вдоль острова цедрос вот здесь где я курсор провожу метки вам оставлять не буду просто наберите в своих картах остров цедрос и вас перекинет к этому месту также мы видим вот здесь эту стену также она гигантская видите также в этом месте посмотрите какое дно и также я недавно показывал дорогие друзья меточку я назвал ее червь находится она в австралии странное образование которое проходит под землей и видно лишь макушку образование черного цвета и состоит из пластин и также такое же образование как видите находится в океане скорее всего воды размыли более мягкие породы между пластин и получилось вот такой вот интересная интересная форма форме такого огромного червя да я понимаю многие скажут что-то у тебя там в голове червя что ли завелись я всего лишь так выразил свою мысль на что это может быть похоже конечно это не так а также рядышком посмотрите какой гигантский провал если курсор навести прям в самую яму нам высотомер показывает минус 4110 метров а если рядышком уже минус тысяча один метр не от разница получается 3000 метров представляете провал какой три километра глубиной вот такие вот интересные находочки находится рядом с остров с островом цедрос на этом дорогие друзья я небольшой видео ролик буду заканчивать о гигантских дорогах которые проходят по дну океана надеюсь вам более-менее стало ясно что это за дороги откуда они берутся надеюсь видео было полезным и вам понравилось на этом все всем до новых встреч